10 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва. В соответствии с уставными нормами «Единая Россия» проводит открытое предварительное голосование по отбору претендентов для последующего выдвижения кандидатами от партии на выборах. В рамках подготовки к праймеризу все претенденты принимают участие в дебатах. Предвыборные премии прошли в Славянском районе. Буквально через несколько минут участники предварительного голосования примут участие в дебатах, в рамках которых они выразят свое мнение на злободневные темы сегодняшнего дня – патриотическое воспитание подрастающего поколения и поддержка социально незащищенных слоев населения. Дебаты – это нелегкое испытание для кандидатов, но именно оно позволит им громко заявить о себе. На трибуне четыре претендента – заместитель генерального директора по управлению персоналом предприятия «Газпромтрансгаз Краснодар» Андрей Ветошкин, заведующий административно-хозяйственным отделом филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в городе Краснодаре Андрей Рощин, член фракции партии «Единая Россия», генеральный директор предприятия «Славпром» Жанна Беловол, заместитель председателя законодательного собрания Краснодарского края, председатель комитета по вопросам образования, науки и делам семьи, региональный координатор партийного проекта «Модернизация образования» Виктор Чернявский. На высказывание своей позиции у кандидатов всего две минуты. Претенденты рассказывали о себе, ознакомили избирателей со своей предвыборной программой, высказали свое мнение по теме дебатов. Мы не должны говорить о молодежи, она такая или сихая. Мы должны помогать ей разбираться суть явлений, дорожить историей, не подаваясь на сладкие заморские обещания, трудиться, крепить мощь страны, семьи, свое благополучие. Поэтому тема сегодня «Патриотизм», «Патриотизм» – это состояние. Если мы здесь живем, если мы здесь работаем, значит, мы должны уважать все, что нас окружает. Мы должны начинать себя, и только вместе мы сделаем родину крепче, богаче, обустроеннее. Высказала свое мнение по теме «Патриотизм» как национальная идея России, патриотическое воспитание подрастающего поколения и Жанна Беловол. По ее словам, патриотизм должен идти прежде всего от сердца. Мы должны помнить свою историю, мы должны помнить свою культуру, мы должны понимать свою национальную принадлежность. Но мы говорим о любви к родине. А что такое любва к родине? Любить можно только сердце. Вот любовь, она крепкая, взаимная, когда любит и государство, свой народ. Поэтому я сегодня считаю так. Если мы сегодня создадим условия, органы государственной власти непосредственно, при котором каждый житель нашей страны будет себя чувствовать нужным, востребованным, а значит, любимым, тогда мы сможем с вами привить сегодня основные патриотические чувства, качества у нашей молодежи и, соответственно, у нашего населения. Участники ответили на вопросы из зала. На ответ не более трех минут. Вопросы касались самых разных тем. Жителей интересовало то, как кандидаты планируют в будущем решать те или иные проблемы. Такие публичные дебаты – один из главных этапов предстоящего единого дня предварительного голосования, то есть праймерис, который пройдет 28 мая воскресенья. В этот день в муниципальных образованиях будут открыты счетные участки, где каждый желающий сможет проголосовать. Голосование будет рейтинговым, то есть избиратель может голосовать за одного или нескольких кандидатов. Счетные участки будут работать с 8 часов утра до 20 часов. Узнать, где в Славянском районе будут работать счетные участки, можно в исполкоме Славянского отделения партии «Единая Россия» по телефону 4-3107 или на сайте, адрес которого вы видите на экране.